Как-то раз Камерон и его приятель Кори расчищали гараж, планируя переезд, но их внезапно потревожили два гостя, это были котята. Судя по всему, с белоснежным малышом произошло какое-то несчастье, он выглядел очень плохо и у него что-то было на шее. Камерон немедленно отправился с ним к ветеринару, который обнаружил у малыша четыре колотые раны. Пока доктор обрабатывал их, парень старался поддерживать котенка и гладил его, пытаясь успокоить. Зная, что малышу требуется серьезная помощь, Камерон обратился в приют и волонтеры связались с сотрудниками приюта Best Friends Animal Society, который был расположен в Лос-Анджелесе. Люди согласились помочь, но предстояло перевезти туда котенка и тогда на выручку пришел Камерон. Он решил отправиться в далекий путь, чтобы только отвезти малыша. Конечно, парень волновался, как найденыш переживет длительный путь, но все прошло благополучно и вскоре он уже был в надежных руках. По словам парня, все время, что котенок был в больнице, он не находил себе места от беспокойства. Камерон признается, что даже плакал от стресса, который был у него в душе. Но, к счастью, малютку удалось поставить на ноги, чему парень был бесконечно рад. А вскоре Камерон нашел второго котишку, который привел к людям в своего больного братика. Парень был счастлив, что ему удалось найти малыша и он смог помочь этой кошачьей семье воссоединиться. Как только Мурлыка подошел к своему белоснежному сородичу, они сразу же принялись играть. Было видно, что они просто счастливы от того, что встретились вновь. Малышей назвали Камерон и Зидан и сейчас они живут на передержке у одного человека. Как только они подрастут, их стерилизуют, а затем будут искать им постоянных хозяев. Малыши обязательно начнут новую главу своей жизни, перевернув старую страницу, в которой было так много несчастий. Молодого человека, в честь которого назвали одного из котят, остается только поблагодарить за то, что он проявил добродушие и спас малюткам жизнь. Если бы они умели говорить, то наверняка сказали бы ему спасибо за поддержку и помощь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok